Приветствую! Хочешь создать качественный мультиплеерный проект на Unreal Engine 5, но на Bloprince все запутано? Добро пожаловать на продвинутую серию туториалов по разработке мультиплеерных проектов на Unreal Engine 5 с применением C++ скриптинга. Будет интересно? Погнали! Программируй как гигагала! Стань профессиональным разработчиком игр и создавай полнофункциональные многопользовательские проекты на Unreal Engine 5 с использованием C++ вместе с Киберкала Лерн. Переходи по первой ссылке в описании и приобретай интенсив. Разработка игр на C++ в Unreal Engine уже сегодня. Киберкала, твой надежный партнер в мире IT. Идем во вкладку игры. Выбираем тип проекта TopDown и ставим переключатель C++. Ставим также галочку Starter Content и нажимаем Create. В итоге видим вот такую картину. Параллельно открываем проект на Visual Studio. Весь проект располагается во вкладке Games и далее в Source. Тут непосредственно все исходники. Gameplay and A Framework. Как мы видим, UObject самый главный класс. Actor — базовый класс, который является родителем трех подгрупп классов. Чтобы создать любой класс в Unreal Engine, необходимо пойти в Content Drawer C++ Classes, название проекта, и тут нажать правой кнопкой мыши New C++ Class. Далее выбираем родительский класс. Создаем Эктора и называем его, допустим, Defense Tower. Обратите внимание, если не выбрать тип класса, то и заголовок, и C++ файл будут в одной директории. Для простых проектов это нормально. Visual Studio спрашивает, что-то поменялось и какие-то изменения появились. Что будем делать? Нажимаем отмену и сохраняем. Видим, что в проекте появились новые файлы. И Live Coding собрал проект успешно. Видим зеленые строчки Successfully Linked Patch. Если у вас возникли ошибки, а такое часто бывает, можно пойти в Tools и нажать Refresh Visual Studio Project. После чего Unreal заново сделает все компиляции и проект необходимо будет обновить, нажав Reload All. Вы готовы писать код. Кстати, чтобы сразу открыть данный файлик, можно два раза кликнуть в Unreal Engine по названию этого класса. В заголовке, это у нас API по сути, необходимо описать используемые переменные и функции. Напишем, что будет у нашей оборонной башни. В играх жанра Tower Defense у башен обычно есть количество жизней, HP, также броня, радиус атаки, конечно же, интервал перезарядки, Reload Interval. Это публичные, доступные другим классам атрибуты. Защищенные, Protected Attributes, могут быть доступны внутри класса или дочерних классах. Значения Protected Атрибутов изменяются в течение геймплея и отображают какие-то состояния. Для примера, Reload Countdown задает значение интервала перезарядки. Reload Interval, который будет уменьшаться с каждым тиком. Публичные функции могут вызываться либо внутри класса, или их дочерними классами, или внешними вызовами. У нас есть Is Destroyed, может ли башня стрелять, Can Fire, собственно, метод стрельбы, Fire, и также Hit, получение некоторого урона. В отличие от приватных функций, Protected защищенные функции могут быть вызваны внутри. Вдобавок, Protected функции могут быть вызваны дочерними классами. В нашем случае, Destroy Process вызывается, когда жизни у башни не осталось. Базовый класс Actor используется для создания широкого спектра объектов, таких как здания, точки спауна. Напиши в комментариях, какой твой самый любимый игровой движок. Конечно же, какая башня, которая не умеет стрелять. Нам необходимы снаряды. Делаем нового Эктора и называем его Projectile. Нажимаем кнопку Create Class и автоматически Unreal Engine добавит данный класс в проект Visual Studio. Видим, появился Projectile. Выстреленный снаряд будет лететь по направлению выстрела с определенной постоянной скоростью. Для этого нужна скорость. Если данный снаряд во что-то попал, он будет наносить урон и далее будет сам себя уничтожать. В ином случае у него закончится lifetime, период жизни, и он сам себя уничтожит. Сам класс Projectile может быть наследован любым дочерним классом для создания различных допустим объектов для выстрела. Фаерболы, бомбы или ракеты. Далее мы поработаем над такими дочерними классами. Комбинация клавиш Ctrl Alt F11 позволяет быстро пересобрать решение, solution. Создаем новый C++ класс и наследуемся от персонажа. Вместо стандартного A-Pawn наш Player Avatar данный класс будет использоваться движком для того, чтобы спавнить игрока. Игровой персонаж не только реагирует на ввод пользователя, но еще воспроизводит анимации и двигает непосредственно персонажа, а также обрабатывает события для симуляции взаимодействий среди экторов. Основное отличие A-Character, A-Actor и A-Pawn в том, что Character содержит Skeletal Mesh, Movement и Capsule Collider по умолчанию, а также поддерживает и анимации. У класса Player Avatar будут следующие публичные атрибуты количество жизни, Health Points или ХП, его сила, Strength, а также броня, Armor. Кроме всего, необходимо добавить также радиус или дистанцию атаки, Attack Range. Также хорошей практикой является ограничить возможность игрока постоянно атаковать. Для этого нужен интервал атаки. Добавим Attack Interval. Защищенные Protected атрибуты будут следующие. Это внутреннее значение Health Points. Заметим, что все Protected атрибуты начинаются с нижнего подчеркивания. Это позволяет вам не путаться. Добавим также КД Attack Counting Down. Это время перезарядки между атаками. В качестве публичных функций сделаем функцию Get Health Points чтобы получать значение жизни. Также функция Is Killed которая будет проверять убит ли персонаж или нет. И функция Can Attack может ли персонаж атаковать. Также необходимо добавить функцию которая будет непосредственно реализовывать атаку Attack и реакцию на урон Hit в качестве защищенных функций Protected добавим Die Process Иногда ход Reload не помогает. Для того чтобы исправить ситуацию можно удалить папку Source нажать правой кнопкой мыши по названию проекта выбрать Generate Visual Studio Files Чтобы движок видел данную переменную в блупринтах необходимо добавить макрос свойств Uproperty со спецификатором Edit Anywhere говорящим что данное свойство может быть изменено в соответствующем окне Unreal Engine Editor спецификатор категории позволяет добавить категорию в окно Blueprint Editor скопируем данные макрос для оставшихся переменных также существует еще спецификатор Metadata который содержит только один ключ который позволяет задать отображаемое имя данного свойства в Blueprint Editor повторим такие же операции для ранее созданных классов изменяя только название категории на соответствующее название класса Projectile в данном случае у данного макроса существует еще несколько спецификаторов о которых мы поговорим далее например свойства может быть в режиме read-only в блупринтах или например можно предоставить приватный доступ свойству в блупринтах или в эдитере то есть в редакторе перейдем к функциям макрос функции позволяет интерпретировать использование данной функции давайте разберем пример например для получения жизни необходимо задать спецификатор у макроса функции который называется blueprint callable это означает что данная функция может быть вызвана из блупринта категория то же самое что и в свойствах вертикальная черта разделяет подкатегорию метадата содержит один ключ который показывает название ноды которая будет отображена в блупринтах вместо get health points будет отображаться get hp это позволит вам задавать имена нод в блупринтах отличные от функции в коде когда функция не изменяет данные которыми она владеет можно использовать спецификатор blueprint pure данный модификатор позволяет создавать блупринт без пина исполнения те самые белые линии в блупринтах это чистая функция пришло время наполнить реализациями данные функции чтобы не было ошибок компиляции и заодно проработаем логику hp возвращает текущее значение hp здание будет разрушено если hp меньше нуля и соответственно defense tower может стрелять если кд перезарядки меньше или равно нулю для player avatar сделаем абсолютно такие же аннотации с помощью макроса ufunction после чего можем перейти к добавлению новых акторов и добавлению некоторых компонентов к ним кстати чтобы быстро сделать декларацию данных функций можно нажать правой кнопкой мыши create declarations и сразу автоматически visual studio сделает вот такие вот заготовки что очень удобно в отличие от vs кода unreal предоставляет полезные компоненты которые могут быть добавлены к эктору допустим static mesh component который будет визуально представлять данный эктор в игре спецификатор visible anywhere говорит что данное свойство только для чтения везде в эдитере blueprint only говорит что данное свойство только для чтения в blueprint ключ метаданных allow private access говорит что данное свойство доступно приватно в blueprint добавим box component в качестве коллайдера и sphere component тоже в качестве коллайдера для примера квадратный и сферический коллайдер для детекции коллизий будет добавляться к корневому компоненту эктора static mesh компонент будет добавляться дочерним элементом корневого компонента эктора теперь добавим геттеры функций чтобы иметь возможность доступа вне данного класса force inline это макрос unreal engine который принудительно говорит компилятору вставлять копию кода вместо вызова функции по ее адресу малые и часто вызываемые функции предпочтительно декларировать как функции inline для уменьшения overhead вызова функций размещение ключевого слова const после функции после ее декларации гарантирует что функция не модифицирует параметры или мутабельные свойства класса с помощью указателей или ссылок create default sub object создает объект типа указанного в данных скобочках ubox component и sphere component новый объект будет управляться garbage collection manager то есть сборщиком мусора внутри движка вам не нужно будет освобождать память в будущем set root component функция привязывает коллейдер к корневому компоненту эктора а setup attachment привязывать данный компонент в качестве дочернего к родительскому чтобы сделать blueprint из c++ класса сам c++ класс должен быть помечен спецификатором blueprintable пометим все три класса макросом uclass blueprintable и пересоберем проект выберите подходящую папку для того чтобы размещать туда блупринты я буду использовать папку cork во всех классах в поиске будем выбирать defense tower и переименуем blueprint в bp defense tower после чего открываем данный blueprint смотрим появились коллайдеры mesh и свойства которые мы явно пометили макросами в details можно посмотреть что у нас появились новые переменные которые соответствуют тому что мы написали в коде можно попробовать вызвать функцию допустим get hp и вот наша функция которую мы сделали в коде она называется ровно так же как указано в метаданных display name можно посмотреть что она именно называется get hp то есть в блупринтах появляются функции которые написаны в коде c++ чистые функции давайте скопируем данную функцию назовем ее get health points pure и пометим спецификатором blueprint pure посмотрим что изменится скомпилируем проект и вызовем get hp в поиске смотрим что у нас есть get health points pure разница в том что нет пина исполнения можно сразу получить hp иногда бывает полезным скомпилируем blueprint и сохраним нам так же потребуются классы фреймворка такие как game state base и game instance для модификации своего флоу игры найдем во всех классах game base или game state base далее наследуемся от этого класса game state game state обычно используется для хранения динамической информации о геймплее расширяя game state base можно хранить важную информацию в дочерних классах такую как время со-старта игры общее количество очков количество волн противников но об этом уже в последующих видео и вот что у нас получилось надеюсь данное видео было полезно понравилось а также благодарю за просмотр видео Продолжение следует...